Камеру на окрестина Алексей Барковский сменил на съёмную квартиру в Киеве. После задержания угрозы новых преследований в Беларуси медик переехал в Украину несколько месяцев назад. В Минске он был успешным хирургом-стоматологом. Частная клиника – хорошая зарплата. Сейчас же в Киеве ему приходится строить карьеру с нуля. Алексей не пропустил ни одну акцию протеста в Беларуси, но спустя год он так и не может пересматривать видеоархив, который у него сохранился. «Начинаешь вспоминать, что ты чувствовал в тот момент. Это на слово кайф подходит, это единение, солидарность. Но в этот момент накладываются те события, которые потом произошли, которые сейчас происходят. Из-за этого тяжело смотреть это. Потому что мы все там, там собрались, все обычные белорусы, все очень хорошие люди. И вспоминая вот это их счастье и единение, что потом с нами делали, продолжают делаться, вот именно комбо вот этих знаний не позволяет сейчас эту информацию смотреть». Главный предмет интерьера в съемной квартире на окраине Киева – бело-красно-белый флаг. «Наверное, когда я вещи складывал, это первое, что я положил, и это было принципиально». С этим же флагом на акции солидарности Алексей выходит каждое воскресенье на Майдан Незалежности вместе с другими белорусами, покинувшими страну из-за репрессий. «Это был первый кайф, первое счастье, что ты не ждешь, что кто-то сейчас за тобой смотришь, что ты не смотришь в окно, хотя такого нет. Еще два месяца понадобилось, чтобы не смотреть на маршрутки, не шугаться людей в форме». О психологическом стрессе и страхе говорят почти все белорусы, которые оказались вынуждены в Киеве. Александр вместе с 11-летним сыном Германом в Украине с ноября. Они покинули Беларусь сразу же после того, как в их квартире задержали жену Александра – Ирину. «Это было все на глазах у Германа. Вот он все это помнит. Но он так не любит об этом вспоминать. Последние минуты, когда он маму видел». Ирина Счастная сейчас в СИЗУ в Могилеве. Она была редактором нескольких популярных телеграм-каналов в Беларуси. Ее обвиняют в участии в массовых беспорядках. Женщину приговорили к четырем годам колонии. Но решение суда еще не вступило в силу. Отец с сыном ждут обжалования, но шансов на смягчения приговора почти нет. «Конечно, мы надеемся на что-то лучшее. Но пока что только надежда». Герман уже практически адаптировался в Украине. Учится онлайн в местной школе. Скучает по дому, но особенно по маме. Единственная их связь сейчас – это письма. «Ира в первую очередь беспокоится о нас. Она волнуется о Германе. Постоянно спрашивает, как он, как родители, как отец. Отец болеет онкологией. У него сейчас курс химиотерапии. И это так совпало как раз с задержанием, когда у него выявили онкологию». Отец с сыном пытаются получить вид на жительство в Украине. Но сделать это не так просто. Даже оформить статус беженца практически нереально. Находиться белорусом в Украине можно 180 дней. После этого нужна легализация. Поэтому многие используют Киев как перевалочный пункт. А дальше едут в Польшу или Латвию. Чтобы помогать социализироваться белорусам в Украине, Наста Базар открыла в Киеве специальное пространство. Здесь можно встречаться, работать, обмениваться информацией. А в перспективе даже оставлять детей с воспитателем. Сама Наста не собиралась уезжать из Беларуси надолго. Осенью после протестов она приехала с детьми на две недели в Киев, чтобы просто отдохнуть и сменить обстановку. «На паузу. Трошку выдохнуть, трошку поспать, трошку отчуть макияжи». В это время в Минске задержали ее подруг-активисток. И женщина решила не рисковать и не возвращаться. Принять, что эмиграция – это надолго. Удалось лишь недавно. Мы не можем плановать. Это самое тяжкое. Это то, что верим в Мишмат, забирая силу и эмоции. И мы не ведаем кали, и мы не ведаем тти. Мы вернемся. Тому надо жить тут и теперь, и подавать свою жизнь по факту так, с нуля. Еще несколько месяцев назад они играли свои песни во дворах Минска. А теперь же репетируют в баре в центре Киева. Денис и Павел – участники группы «Разбитое сердце пацана». Последний свой концерт в Беларуси музыканты отыграли в феврале. Во время выступления в помещение ворвался ОМОН. Всех задержали на 15 суток за фотографию с бело-красно-белым флагом. Несанкционированное массовое мероприятие с использованием незарегистрированной символики, и так далее. То есть флаг был этой причиной. После этого городской исполком Минска трижды без объяснения причин не позволил группе выступать. Музыканты поняли, концерты в Беларуси для них закончились. Опасаясь повторного задержания, Денис и Павел улетели в Киев. Ты не можешь даже написать какую-то песню и ее условно выложить в интернет, какую-то о наболевшем, о насущном, потому что к тебе сразу придут. Ну это просто уже было там небезопасно находиться. Потому что каждый день не было уверенности, что ты, допустим, выходишь в магазин, и ты с этого магазина вернешься. Еще двое музыкантов группы «Басист и барабанщик» остались в Минске, поэтому пока Денис и Павел выступают в Украине вдвоем. Играют песни, написанные уже в Киеве, по мотивам последних событий в Беларуси. У нас, когда этапировали в Жозинскую тюрьму, один ОМОНовец влюбился в девушку, которую он... Он же и задержал. И он весь, все два с половиной часа, пока мы ехали в тюрьму, он пытался у нее узнать номер телефона. Об этом весь. Ее звали, кстати говоря, Олеся. Абсолютно документальная история. Песня Олеся войдет в новый альбом группы, который музыканты презентуют уже осенью в Украине. Но больше всего Денис и Павел хотят еще раз сыграть полным составом на концертных площадках Беларуси. Пока же туда для них дорога закрыта, как и для других сотен тысяч беларусов. Смотри, малыш, я так люблю, Олеся, дай свой телефон. Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.